Афера десятилетия. Номер один пристально следит за скандально известной фирмой Encom и прослеживает связь обысков в этой фирме, выборов в Гурсовет и высоких цен на электричество в Бурятии. Стали известны некоторые подробности претензий и подозрений правоохранительных органов к фирме Encom и ее владельцу Сергею Иванову. По имеющейся у нас информации, МВД проверяет ряд подозрительных сделок этой фирмы с компанией «Бурят Энергосбыт» на сумму свыше 300 миллионов рублей. Есть подозрение, что эти сделки были совершены с целью неуплаты налогов. По данным газеты, эти самые 300 миллионов рублей, ушедшие в неизвестном направлении, лягут на всю энергосистему Бурятии, что неизбежно приведет к повышению тарифов. Подробности в номере один. Работники киосков новости выступили с открытым обращением к властям с просьбой не изгонять киоски печати и огонек с улиц. Более 70% киосков, как считают подписанты, с подачи Комитета по промышленности могут исчезнуть по личному решению одного руководителя. Ранее он заявлял, что киосков слишком много и игнорирует контраргументы. Сотрудники ОАО «Новости» не просят у властей никаких льгот. Они только хотят, чтобы им не мешали работать. На предприятии трудятся свыше 400 сотрудников. Ежегодно компания перечисляет свыше 40 миллионов рублей в виде налогов. В письме в газету подробно и внятно излагается точка зрения новостей и задаются неудобные вопросы чиновнику. Полиция взялась за ликвидацию улан-удэнских бомжатников, начав с зачистки сквера на Саянах. Это живописное место напротив театра рядом с отделом полиции облюбовала биржи труда, а социальные типы, которые пьют, дебоширят и загрязняют окрестности. Гетто разогнали по домам. Но надолго ли? Людей, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах, просто некуда девать. ЛТП и вытрезвители давно закрыты. Поэтому после составления протокола участковые вынуждены их отпускать. Ну а отделавшись от назойливого внимания полицейских, алкоголики, как правило, возвращаются к своим товарищам и продолжают банкет. Пятница Плюс в какой-то степени продолжает эту тему и возвращается к обсуждению тяжкой для стороны проблемы – пьянства. Алкоголизм молодеет из-за доступности алкоголя и общественных настроений, терпимых к пьянству. Газеты беседуют с активистами православного культурно-просветительского центра «Воскресенье». Активисты стремятся изменить давно родившееся заблуждение, что спиртное – неотъемлемая часть жизни. Весь советский народ был поставлен перед выбором – или пить культурно и умеренно, или стать пьяницей. Эти два направления подавались как прямо противоположные друг другу. Но на самом деле здесь никакого выбора не было. Одно является началом, а другое – печальным финалом. Выбор появляется тогда, когда вопрос сформулирован правильно – пить спиртное или жить трезво. Газета вместе с активистами предлагает задуматься. Сейчас, когда в России происходит рост национального самосознания, не упустить бы момент. Нужно просвещением сократить число умеренно пьющих, ведь именно из этой категории и идет пополнение рядов алкоголиков. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Апанарина, Алексей Унагаев, Новости дня.